Наша встреча посвящена приближающемуся празднику Дню Защитника Отечества. В самом его названии заложено благородное слово «Защищать Родину». Урок мужества прошел в стенах гимназии номер один в качестве педагогов, сотрудники органов внутренних дел и бойцы ОМОН, которым есть чем поделиться с молодым поколением, будущими защитниками Отечества. Вместе с людьми в форме пришла Елена Мицай, мама бывшего ученика гимназии. О том, что он здесь учился, безмолвно напоминает доска, которая висит на фасаде здания. На ней написана дата его смерти. Роман Мицай погиб 19 октября 17 лет назад при выполнении военного долга в Чеченской республике. Первое дышание приняло больно себя. Я считаю, что он совершил подвиг, за что и получил во мне дружеск в 8 минутах. А мы остались. После слов матери тишина в память о тех, кто погиб при исполнении долга. О подвигах боевых товарищей и о суровых трудовых буднях ученикам рассказали те, кто не понаслышке знает, что такое горячие точки. Также сотрудники элитных войск показали фильмы из архива органов внутренних дел. Увидеть подобные кадры с реальной спецоперации можно только на уроках мужества. В ответ школьники спели о том, какое они представляют службу военных. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – главная цель таких встреч. И отклик со стороны школьников есть. Не все, но большая часть учеников внимательно выслушали гостей и подчеркнули для себя что-то интересное. А некоторые даже примерили на себя спецодежду. Сами бы хотели? Я бы хотел, но я пойду в другое. Мой дядя тоже служит, только он раньше в ОМОНе служил, а сейчас в СОБРУ служит. Ну вот. А ты? Я бы подумал бы. В преддверии 23 февраля тематические встречи пройдут еще в 25 учебных заведениях Владивостока, в том числе и в школах, которые носят имена погибших сотрудников органов внутренних дел. Прежде всего уроки носят познавательный и воспитательный характер и позволяют формировать у подрастающего поколения правильные ориентиры и цели в жизни. Стоит отметить, что уроки мужества не ограничены стенами школ. Для самых любопытных учеников будут организованы экскурсии в музеи УМВД и ГИБДД, чтобы заслуга защитников можно было не только услышать на уроке, но и увидеть те ордена и знаки, которые героям стоили жизни. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.